На море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Обезврежены в начале охода специальной военной операции российских вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон, завоевано господство в воздухе, практически уничтожены военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны. Берегов Румынии и пролива Босфор. Считаем безответственной позицию Запада, поставляющей летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наемникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев. Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армии проявляются в различных регионах. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор. Активно оказываем гуанитарную помощь населению ЛНР и ДНР. В соответствии с указом президента, вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года. Первые отправки новобранцев к месту прохождения службы поручаю начать в 3 декаде мая. Большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от 3 до 5 месяцев. Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. В 2021 году предприятия центра отремонтировали и обслуживали. В результате ударов высокоточным оружием под центром подготовки и боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины. За последние две недели страну покинуло более 500 наемников и еще около 600 уничтожено. Маршал Шапошников современно эффективным ударным...